День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Волнах 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 Радио Болтком. Но мы начали тогда с того, что определили необходимые рамки, в которых можно свободно и проектом заниматься, который очень важен сегодня как вид учебной деятельности для наших учеников. И можно было заниматься исследовательской работой, и можно было заниматься практическими лабораторными работами. Потому что если у тебя там один-два урока, но ты в принципе никакой вот такой самостоятельной практической деятельности уже не займешься. Ты все время ждешь какой-то трансляции от педагога, от учителя. Но сегодня транслировать это не значит учить, и это не значит учиться. Потому что времена очень радикально изменились, и я бы сказал, так сказать, мышление, виды мыслительной деятельности, они тоже претерпели трансформацию. И сегодня то, что 30-50 лет назад нормально могли воспринимать ученики той эпохи, современные подростки, дети, юноши не воспринимают. Им нужна дополнительная визуализация, им нужна дополнительная вот эта вот тактильная такая вот сенситивная понимание того, о чем речь. То есть им самим что-то надо ручками и глазками и ушками вот все одновременно проверить, попробовать и сделать. Если это не происходит, то мало что откладывается на какой-нибудь мозговой полочке. Вы затронули очень важную тему, каким образом современным подросткам можно передать знания. А знания, мне кажется, любой учебник это так или иначе элемент или предмет коллективной памяти. Потому что те знания, которые в точных науках приобретались еще с времен 17-18 столетия, они, конечно же, дополнялись 20 веком. Так или иначе, какие-то основы в геометрии, в алгебре и так далее, они передаются чуть ли не из античного периода. И несмотря на все эти изменения восприятия знаний, ваша гимназия, будучи государственной, еще и является классической. Это довольно редкое понятие в современном мире, где классика скорее находится где-то в музейном пространстве. Это ясные, стройные греческие колонны, но мир кругом шумит о инновациях, о быстроте, об ускорении. Как вы соединяете вашу лабораторию с инновативными какими-то практиками? И классическая гимназия, я в самом начале даже ошибся, сказал гимнастика, в принципе, это было частью древнегреческой системы образования. Классическая, каким образом вы можете соединить эти понятия новая и классическая? Дело в том, что когда родилась идея нового типа школи, идея о новой обновленной школе для творческих детей, и в принципе там в основе концепция творческого развития. Но творческое развитие происходит все время, оно должно питаться, я бы сказал, чистыми источниками, чистыми родниками. И это не что иное, как классика и классическая в культуре, в науке, в философии и так далее. И поэтому, конечно же, вот эти основы, классические основы нашей цивилизации, ну, мы в принципе от них никуда не ушли и не делись, да, они все время с нами, как то христианская этика или, скажем, если брать шире, то это, в общем-то, общечеловеческие ценности, которые так или иначе входили в канву такого цивилизационного, что ли, отношения к природе, к миру, к человеку. И поэтому, конечно же, классические основы нашего образования, они нами вот и были востребованы. Я, конечно, понимал всегда, что, ну, это не означает, что мы должны повторить что-то из античного времени или из 18-го столетия, 19-го и что-то привнести. Нет, мы просто понимаем, что вот эта классическая основа, это культура, которая передается, но она может по-разному передаваться. Она может уже вариативно по-современному, по такому, скажем, более модернистскому пути передаваться. И поэтому, ну, главное думать, главное выдумывать, главное творить. Здесь нельзя обходиться какими-то готовыми рецептами, готовыми учебниками, методичками или еще чем-то. Вот в этом трудность, конечно. А присутствует ли в содержании образовательных программ или как-то курсов и лекций, скажем, греко-римское классическое наследие, и античная эпос, трагедия. Конечно, у нас очень такое трепетное отношение к вопросам истории культуры, к современным проявлениям и событиям культуры. И я думаю, что наши ученики могут это чувствовать и видеть. Поэтому этот аспект очень-очень такой актуальный. Но и при этом, безусловно, для нас важна, скажем, позиция ученика в его жизненном пространстве сегодня. Потому что я считаю, что просто готовить к будущему, к будущей жизни, это, ну, такие слишком, я бы сказал, лозунговые, такие эфемерные какие-то желания, пожелания о том, что когда-то будет. Да, но мы же все живем здесь и сейчас, нам очень важно, чтобы каждый ученик имел возможность сегодня себя проявить как творческий человек, как человек культуры, как человек, которому интересно, как меняется культура, как меняются люди, как меняются отношения, ну, как социальное сталкивается с техническим и с прагматическим и с утилитарным, и как это, вот эти точки соприкосновения, пересечения, как они на меня влияют. Вот я же сегодня ведь хотел бы где-то, ну, вести такой рациональный образ жизни в обществе, в социуме, ну, например, как ученик в гимназии, да. Рационально значит, чтобы это было мне полезно, это мне было нужно, это я мог сделать, это я мог использовать, и это потом я мог с собой взять дальше. Понимаете? А при этом очень важна эмоция, эмпатия, отношение к тому, что с тобой происходит и что ты делаешь, других, твои отношения, твои эмоции, твоя, скажем, твое такое эмоциональное сотрудничество, сотрудничество, взаимодействие с другими, которое очень личностное, и в возрасте наших учащихся, пятого, седьмого или десятого класса, все очень чувствительно и все очень личностно переживается. Вот, мне кажется, это тоже нужно всегда, ну, не забывать, помнить об этом в работе с детьми. Такие категории, как эмпатия и возможность существовать в социальном пространстве, все это довольно, на первый взгляд, невидимо и неосязаемо. Каким образом вы можете подобные категории или принципы превратить в нечто конкретное в рамках курсов? Может быть, у вас есть какой-то пример, который соединяет в себе подобные категории, ведь там же еще и слой этических моментов, а это значит еще и история этики наверняка, это какие-то общечеловеческие гуманитарные принципы. Как все это превращается в конкретное содержание курсов, или, может быть, какие-то названия курсов, чтобы они могли помочь нам понять? В принципе, эти основы и этические, и, скажем, какие-то определенные, я бы сказал, такие культурно-цивилизационные установки, они в контексте содержания и образования всех предметов, и математики, и физики, и социальных знаний, истории и так далее. Но, конечно же, взрослее ученикам очень помогают очень такие, скажем, конкретно ориентированные, профессионально ориентированные предметы, которые дают возможность ученику, ну, как-то более качественно, что ли, себя оценивать и осознавать себя, ну, в качестве кого-то, как участника этой жизни, этого процесса труда, деятельности. Ну, например, там, финансовый анализ. Для тех, кто выбирает экономическую программу и для тех, кто видит какое-то свое будущее в каких-то финансовых компаниях, в банковских структурах, в этом направлении. И там тоже присутствуют свои определенные правила для финансистов, определенные этические нормы и установки, и это в конве, в контексте этого курса. Если наш ученик выбрал направление медицины, то там тоже это и этика медицинская, и биоэтика, и это те современные дискуссии, в которые так или иначе содержание этого предмета, введение в медицину, например, помогает ученику тоже, ну, идентифицировать себя с участником этих процессов, уже с медицинским сообществом в Латвии, и как бы, ну, примеривать на себя и тоже, ну, какое-то высказывать и показывать это отношение. И мне кажется, это очень хорошо, потому что это нельзя откладывать, это не должно откладываться на потом. Это этим детям в 10-11 классе 17-18 лет. Нельзя откладывать, потому что вот это вот самоутверждение и личностное, да, и социальное, оно происходит сейчас. Оно может продлиться позже, да, и дальше, но сейчас очень важно в этом возрасте им самоопределиться внутренне и морально, нравственном, и, конечно же, личностно, творчески в том, что они делают. Поэтому для них очень важны практические занятия. То, что можно было бы назвать такими, такой практической частью любой теории, которая есть в содержании любого предмета. Еще раз говорю, это может быть и физика, и математика, и, конечно же, вот такие профессионально ориентированные уроки, занятия. В современном обществе, и, я думаю, этому способствует и культура потребления, и поток рекламы, и, скажем, как раз культура такого индивидуального наслаждения, целый ряд этических моментов начинает становиться некой такой архаикой, таким ненужным архивом. И вопрос, что бы вы сказали тем, кто, может быть, скептически смотрит на такие предметы или темы, как античная литература, или, я не знаю, там, история европейской культуры и художественных практик? Кому это нужно? Ведь это же нельзя превратить в гонорар, в экспертное какое-то мнение и так далее. Или все-таки можно? Что бы вы сказали тем, кто, так, скажем, косится с недоверием на подобные темы? Что интересно, вчера у меня были уроки философии. Шесть уроков. Очень интенсивно. В одной группе, да. И это погружение в предмет, это погружение в практическое освоение, понимание предмета и тех вопросов, которые мы ставим. Но это первые были занятия в этом году, в 12-х классах. Ну и как-то дорога вывернула на Гомера, на Илиаду, и мы стали, так сказать, ну, вслух вспоминать о чем и что, и куда это все, да. Ну, слава богам, мы что-то вспомнили и о чем-то могли поговорить. А к чему мы говорили и куда мы это говорили? А мы говорили о том, как сегодня мыслит человек, и почему то, как он мыслил когда-то, десятки тысяч лет назад, это никуда не ушло в человеке, да. И сегодня он тоже способен мыслить конкретно и никак не может подняться над конкретностью и обобщить какие-то вещи, сделать вывод и понять наконец-то, что, ну, война это война, да, и смерть людей это смерть людей, которая несет оружие, которое применяется, да, и в данном случае, так сказать, эти обобщения помогли бы и нравственно оценить и ситуацию, и жизнь, и подходы, и сегодняшний кризис. Да, по сути, наши первые воспоминания, воспоминания европейцев, это память о войне. Память о войне. Наши первые тексты, это тексты о уничтожении человеческой жизни, о разрушении зданий, храмов, о том, как уводили в рабство, надругательство над женщинами и так далее, все то, что, в принципе, увы, мы сейчас видим, происходит в Украине. В этой связи вопрос. Из внешнего мира к вам в классическую государственную гимназию постоянно стучатся вызовы. Это вызов современных СМИ, это вызов культуры цифровой, где люди существуют как в параллельной реальности. Каково ваше отношение, или, может быть, наоборот, каковы, по-вашему, риски для памятийной культуры современного, скажем, молодого человека во всей этой среде? Как вам кажется, с чем вам в школе приходится бороться? Приходится бороться, не бороться, но, во всяком случае, отражать и сталкиваемся с как раз-таки о том, о чем ваш цикл передач. Это с памятью семьи, которая зачастую работает регрессивно и воздействует на, так сказать, возможности помыслить какое-то событие сегодняшнее. Ну, подвержено такому жесткому влиянию отношения к чему-то семьи. Да, ну, например, там, отношения к Великой Отечественной войне, к членам семьи, которые погибли в Великой Отечественной войне. Если мы посмотрим с, так сказать, такой нейтральной позиции, а что же вам известно о Великой Отечественной войне, или в контексте Второй мировой войны, а чем это было, так сказать, предопределено и какими процессами, которые происходили в гитлерской Германии с национал-социализмом, с идеологией и в Сталинской империи, в Советском Союзе со своей социалистической идеологией, да, то будет по-другому это освещаться и пониматься, да, но в семье другой анализ и другая память по этому поводу и другое отношение. Это воспринимается членом, любым членом семьи и тем ребенком, который растет в этой семье и тем учеником, который уже приносит эти взгляды и это отношение в свой класс, в гимназию к нам, например, да, и так далее. Но я должен сказать, что эти установки меняются и память и событийная и такая, скажем, личностная, содержательная, она меняется, подвергается этим изменениям, потому что современность, ну, просто, мне кажется, кричит о другом, да, и появляется очень много возможностей для размышлений. Главное, чтобы была эта возможность и желание поразмышлять, и об этом надо разговаривать, об этом надо говорить. Во многом исследователи коллективной памяти констатируют, что именно семейная память, как вы уже упомянули, может стать и серьезной преградой на пути к общей коллективной, скажем, публичной памяти, потому что... Она может доминировать. Она может доминировать, это память, которая близка моему опыту. Память предков. Да, несомненно. И в то же время из этих отдельных памяти, в этом смысле используем это слово во множественном числе, так или иначе в современном обществе может создаваться общая память. Но не кажется ли вам, что в нашей стране, если мы сейчас немного отойдем от классической гимназии и школьников и посмотрим, скажем, с высоты птичьего полета, не кажется ли вам, что в Латвии пока что довольно слабо развито представление о том, что общее не есть полное исключение индивидуального и субъективного, что так или иначе эти пространства могут находить какие-то точки соприкосновения. Я вижу это по опыту работы с немецким памятийным пространством или, допустим, с французским, но очень мало видно, скажем, видны попытки общего памятийного пространства иного в Латвии. Как бы вы описали или сформулировали причины подобной дихотомии? К сожалению, в постсоветском пространстве, в том числе и в Латвии, и в других странах, не прошел синдром большевизма. И вы понимаете, вот это вот большевистское предопределение для каждого его судьбы, если ты в массе и ты в этом общем, и ты в этом, ну сегодня мы сказали бы, общем тренде, и ты незаметен тогда, и вот это, так сказать, ну и до тебя тоже может дойти и кто-то добраться. А если ты выпадаешь, если ты индивидуален, если у тебя совершенно неприемлемая точка зрения, позиция, взгляды, отношения неприемлемы для этой массы, для этой общей серой массы, для этого большинства, то извини, ты не должен существовать, тебя не должно быть, да. Большевизм, к сожалению, он как-то очень-очень медленно рассасывается, очень медленно от нас вот отлипает, уходит. Это ведь можно, ну можно это назвать и, скажем, советским мышлением, потому что, ну советское мышление, это по сути своей в основе его вот это вот большевистское большевистское как бы режим, большевистский режим, большевистская идеология. Ну и вообще это, понимаете, когда мы произносим большевик большевизм, то мы уже понимаем, что там большинство убивает меньшинство, да, все время. Это абсолютно понятно. Но вот эта вот ситуация, я думаю, что мешает. очень хочется всегда, ну, назвать другого, там, скажем, мягко говоря, неправым и очень легко всегда осудить и так далее, и так далее. И исключить из возможности равноправной дискуссии. Ну, да, 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 но сегодня ведь постсовременность-то другая, сегодня невозможно так просто исключить, потому что открыты все двери и окна в цивилизацию, в мировое, в европейское пространство, какое хотите. И сегодня этот индивидуум и меньшинство или там какая-то группа единомышленников всегда найдет какие-то выходы в другой мир, скажем так, да, если в этом обществе нет понимания и отношения, да, позитивного. Поэтому, как бы, слава Богу, но исключать в рамках своего общества нельзя, почему? Потому что, ну, ценность каждого, она все-таки должна превалировать над другими ценностями. Ценность каждого индивидуума, каждого человека, то, что, в общем-то, является основой общечеловеческих подходов, общечеловеческих гуманитарных принципов. Возвращаясь к классике, мы хорошо помним, что те же диалоги Платона, это прежде всего, как бы, его условно учитель Сократ, это человек сомневающийся, человек переспрашивающий, это человек, который задает вопросы, во многом способный, может быть, даже поставить его в тяжелую ситуацию и каким-то образом, может быть, даже подорвать, как бы, влияние его мнения. Это вопрос-вызов самому себе, прежде всего, мне кажется. Скажите, а чем чревата подобная тенденция большевизма, если она очень медленно исчезает? Вот в латвийском обществе, скажем, в длительный период времени, чем это нам грозит? Ну, мы можем вспомнить эту историю большевистской России и советского государства. Грозить может и тем, что, в общем-то, скрывается за таким понятием, как репрессии, как, скажем, подавление взглядов, подавление, там, скажем, философский пароход, да, когда интеллектуалы вынуждены были, ну, их посадили на пароход и отправили, хорошо, что они остались живы, ну, а другим повезло меньше. Но сегодня философский пароход означает другое, когда, к сожалению, интеллектуалы могут уезжать из страны, переезжать в другую страну. И эта ценность, эта возможность, эта возможность этого ресурса, так сказать, ну, помочь и обогатить нас всех, она исчезает. Но это тоже, это тоже большой-большой вопрос для размышлений. То есть общество становится беднее, потому что те, кто могли бы стать частью нового демократического общества, просто покупают билеты, уезжают. Ну, таким островом свободы сейчас является Берлин, да, и Германия, даже скорее не Германия, именно Берлин. Берлин, да. Берлин – это отдельная Германия. И таким образом, да, мы теряем людей. Скажите, в связи с всем, что вы только что упомянули, как вы оцениваете качество дискуссии перед принятием решения о сносе памятника советским солдатам? Не сам факт сноса, это как бы решение властей, а это некоторая нормативная практика и, собственно говоря, их решение, их ответственность. Но я как раз хотел бы поговорить о том, как вы оцениваете общественные дебаты до сноса или до принятия решения. Мне кажется, что это решение, оно, в принципе, было на поверхности в 90-е годы. И его политическая элита все время сдвигала, ну, там были разные конъюнктурные подходы и интересы, и сдвигала, и откладывала, и, в принципе, появилось довольно-таки странный пункт или параграф договора межгосударственного с Россией о том, что мы должны почему-то этот памятник сохранять, да, ну и так далее. То есть, ну, мы своими руками как бы создавали вот эту ситуацию, когда 30 лет одна часть общества должна скрипя зубами терпеть и в эту сторону смотреть, как-то пытаться без эмоций, но не получалось, да, и все это сложно. А другая часть общества была просто политически использована для того, чтобы продвигать идеи, опять же, большевизма, когда мы должны славить другой режим, абсолютно другую, так сказать, армию другой страны и все прочее, да. И это вот противоречие, оно, посмотрите, как было пролонгировано, на протяжении какого длительного времени все это происходило. Я думаю, что здесь, конечно же, много виноватых, много виновных и политиков, и политических партий отдельных, которые устраивали шоу у памятника и прочее, прочее, прочее. То есть, я к тому, что памятник должен был быть, так сказать, должен был исчезнуть еще в то время, в 90-е годы, когда, в общем-то, тоже самоопределение латвийского общества происходило очень активно, и это было очень актуально и так далее. Сегодня я вам хочу сказать, что, на мой взгляд, вопрос абсолютно не актуальный. Он политически такой интересненький, но не актуальный, потому что искусственная память о, меня сейчас не события интересуют, а люди, которые погибли во Второй мировой войне, а она чревата вытеснением, вот каким-то исключением из собственной эмоциональной жизни, исключение эмоционального отношения к своим собственным, так сказать, предкам, да, к своим родным, которые в семье погибли, и они погибли вопреки или благодаря сталинскому режиму, вопреки или благодаря пакту Риббентропа-Молова, вопреки или благодаря этой, так сказать, политике, которая проводилась накануне Второй мировой войны. То есть, не должно быть этого искусственного отношения, оно должно быть абсолютно естественным. Я своих погибших, у меня нет возможности, хотя я знаю только одно место упокоения отца моей матери, других родственников мы этих мест захоронения не знаем, но мы всегда поминаем и, значит, и в церкви, и на кладбище, принося цветы другим погибшим, которые здесь захоронены. И так вспоминать, и так поминать, это не искусственно, это абсолютно естественно и правильно, да. Никакие памятники не должны разделять общество, никакие памятники не должны переворачивать нашу память и прибивать, так сказать, эту память к идеологической доске. Нельзя сегодня этого допускать. Еще раз говорю, все-таки Леотар большой умница, да, когда он показал, что эта постсовременность, она же создает новые идолы, но благодаря тому, что все эти наши, так сказать, новые источники, технические источники, гаджеты позволяют нам исключать одно, отказываться от другого, от того, что было привычно когда-то, но на смену этого приходит какой-то другой идол, который нам пытаются, значит, в виде бессмертного полка, например, показать, что это, что это клево, это вообще шикарно, это вообще, так сказать, это какой-то перформанс новый, да, в который, так сказать, нужно почему-то включаться, вот, и тебя пытаются каким-то образом заставить вот думать так же. Но, понимаете, не большевизм ли это? Вопрос в следующем. Мне кажется, эти новые формы памяти, смертный полк, много лет памятник советским солдатам, они ведь не только объекты индивидуального, скажем, поминовения, которые переносятся на памятник в случае, если, допустим, в вашей семье есть хоть одна могила, а у многих нет вообще ни одной. Может быть, это было некоторое замещение, и такой же перформанс, о котором вы упомянули, ведь он же, может быть, несет в себе и какие-то дефициты современного общества, что в современной памятийной культуре Латвии способствует вот подобным, скажем, затвердению подобных вот памятников, ведь снести-то снесли, а может быть, в следующем году, 9 мая, на чистом забетонированном пространстве появится несколько гвоздик. О чем они могли бы свидетельствовать тогда? Нет, ну мы можем, так сказать, опять же, придумать новый символизм, и он может появляться, еще раз говорю, потому что в постсовременности эти символы, новые смыслы, они появляются и могут появляться, да? Но, понимаете, скажите, кому это нужно и кому это выгодно. Вот и я об этом. Подогревать и поддерживать эту тему. Ну вот об этом как раз-таки и можно поразмышлять. У нас есть звонок радиослушателей, давайте его примем. Надевайте наушники. Добрый день, вы в эфире, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, вот, к сожалению, сел в машину, кто включил радио, не знаю имени вашего абонента. Роман Алиев, директор государственной рижской классической гимназии. Очень приятно. Очень приятно. Меня зовут Иосиф Корин, я лидер латвийского антифашистского комитета. Господин Алиев, вы, говоря о большевизме, не считаете ли, что большевистский гимн, весь мир, насилие мы разрушим до основания, а затем мы наш новый мир построим, кто был никем, тот станет всем. Он очень даже подходит нашему сегодняшнему сейму. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот мои родители воевали против нацизма. К сожалению, они похоронены далеко. Вот я каждый год шел, плал цветы памятнику, памяти моих родителей, миллионов сражавшихся против нацизма, памяти тех 200 тысяч латвийцев, которые погибли от рук нацистов в Латвии. И вы говорите, что это подмена памяти. Очень странный подход, господин Алиев. Спасибо. Я вынужден был прервать, потому что у нас осталось буквально несколько минут для ответа нашему радиослушателю. Пожалуйста. Вопрос очень стандартный. В память своих погибших, родственников, родных возлагаются цветы к памятнику. Но еще раз говорю, что возлагать цветы можно и на могилы тех солдат, имен которых, может быть, и никто еще до сих пор и не знает, но они захоронены, эти могилы есть, и вспоминать своих родственников, отдавая дань памяти тем, кто погиб в борьбе с нацизмом, в этой страшной битве, которая происходила. Поэтому тут, так сказать, нет никакой подмены памяти. Память, она должна быть всегда очень конкретная и естественная. И никакие искусственные сооружения или какие-то мифологемы или какие-то символы, которые пытались внедрить здесь, они не помогут. Что касается большевизма и разрушения до основания, понимаете, разрушать, как говорится, ломать не строить. Вот такая замечательная поговорка. Очень много было сломано. И, к сожалению, была абсолютно истреблена память народа, память семей, об эпохе, о времени до большевиков. Ведь эти семьи существовали, жили и праздновали свои праздники, пели свои песни до 1917 года, до большевиков, до террора, до репрессий. Мы это все исключили и помним, почему-то выхватываем из этой памяти какие-то куски, которые советской пропагандой тоже извращались. Это, к сожалению. — Благодарю. На этом мы поставим многоточие. Мы обязательно вернемся к этой теме через какое-то время и продолжим нашу беседу о коллективной памяти. Напомню, сегодня в гостях у нас был Роман Алиев, директор государственной рижской классической гимназии, доктор педагогики. И сегодняшняя тема — коллективная память в школе среди молодежи в нынешних очень тяжелых обстоятельствах. Мой коллега Евгений Копеин обеспечивал техническую часть нашего эфира. Спасибо за ваши звонки, спасибо за то, что слушали. Встретимся снова через неделю в среду. До свидания. — Спасибо большое. Радио Болткома